Единого мнения, полезно ли моржевание для здоровья, пока нет. Одни утверждают, что переохлаждение опасно для здоровья, другие считают это залогом долголетия. Давайте вместе разберемся, в чем же правда. Очень холодно. Павел Фурсенко был среди тех, кто погружается в прорубь лишь раз в год на крещение. Ощущения всегда были впечатляющими, но дольше пары секунд находиться в ледяной воде было сложно. У меня просто захватывало дух, сковывало все тело и потом трясло еще несколько часов подряд. И тогда я решил для себя решить загадку, кто это такие моржи, почему они так легко это делают и почему они так себя хорошо там чувствуют, спокойно. Тогда Павел нашел в Перми клуб моржевания, начал приобщаться к новому увлечению, а затем к нему присоединилась и жена Анна. Супруги Фурсенко вот уже 6 лет занимаются зимним плаванием и отмечают, что главный плюс – ощутимое укрепление иммунитета. Погружение в холодную воду в самом начале происходит скачок температуры в организме. И, так сказать, медицинские наблюдения показали от 37 до 41 градуса, но это какие-то доли секунды. И вот они нужны как раз, этот скачок, чтобы вирусы погибли. То есть те микроорганизмы, которые вызывают наши респираторные заболевания, тот же и ковид, и все, в общем-то, погибают. Врачи доказали, что моржи реже болеют и становятся выносливее. Купание в проруби помогает регулировать вес, улучшает сон, укрепляет нервы и омолаживает организм. Но все же погружение в ледяную воду – серьезный стресс для организма. Поэтому немалый список противопоказаний. Среди них сердечно-сосудистые заболевания, нарушение мозгового кровообращения, заболевания органов дыхания, эндокринной системы, органов брюшной полости и малого таза. Также врачи не рекомендуют приобщать к моржеванию детей младше 6 лет и людей возрастом более 65 лет. А если вы здоровы и вам интересно попробовать себя в моржевании, опытные спортсмены рекомендуют начать не зимой, а в более теплое время года. В самое мягкое время как раз начинать тренироваться – это в холодное лето, в раннее лето или в позднее лето, уже ближе к осени, тогда уже легче люди заходят, потому что этот перепад от воздуха к воде, он не такой сильный. По словам членов клуба закаливания, самое сложное – это справиться с собственным страхом. Поэтому начать закаляться можно с малого. Просто попробовать дома облиться из холодной воды. Но по моей практике, по моим ощущениям, это гораздо сложнее, чем залезть в прорубь. А в прорубь, если вы хотите окунуться, то надо прийти к знающему человеку и окунуться. Но самое главное – подходить к этому без фанатизма. То есть не надо залезать и сразу там сидеть длительное время. Окунулись, посидели чуть-чуть и вылезли. Согласно кодексу моржей, греться в бане перед погружением неправильно. Это не настоящее закаливание. Но важно сделать несколько упражнений для того, чтобы немного разогреть тело. К проруби нужно идти уже раздетыми, но в теплой прорезиненной обуви. А руки защитить теплыми рукавицами, так как конечности замерзают мгновенно. На голову тоже необходимо надеть плавательную или просто теплую спортивную шапку. Время нахождения в проруби важно увеличивать постепенно. После купания нужно насухо вытереть тело полотенцем и только после этого отправляться в баню. В ледяной воде вырабатывается адреналин, поэтому после купания спортсмены чувствуют прилив сил и энергии. Настроение в разы повышается. Как сейчас ощущения? Сейчас, ну, к воде уже привык. Немножко так подмерзаешь, немножко сковывает. Но в целом чувствую себя довольно спокойно. Хотя, видите, дыхание немножко так сковывает. 23 декабря 2021 года комиссия Министерства спорта Российской Федерации признала зимнее плавание новым видом спорта. Маржевание – это не просто забава. Спортсмены погружаются в прорубь несколько раз в неделю, участвуют в соревнованиях и ведут активный образ жизни. Маржи рекомендуют осознанно подойти к решению заняться зимним плаванием. Метод просто бросить себе вызов в данном случае не подходит. Поэтому, если врач дал вам добро, вы хотите поменять свою жизнь и улучшить здоровье, приобщайтесь к маржеванию. Говорят, если ты однажды попробуешь поплавать в проруби, отказаться от этого уже не сможешь. Продолжение следует...